Или же люди похожи друг на друга, очень легко разблокируют айфоны друг друга. Сейчас мы уже открыли офисы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Со стороны наблюдал, вообще красавчики ребята. За 6 месяцев мы открыли 18 филиалов по Казахстану. Из Акселя мы получили новое направление. То есть у нас ежемесячная выручка почти в 3 раза выросла. В ближайшем будущем человечеству понадобятся новые методы идентификации человека. У любого стартапа важна эта самостоятельность. Ну это конечно еженедельный такой дофамин. Цельтесь на Марс, обязательно попадете на Луну. А, все-все, понял. Все, пойду поработаю. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Hub Talks. С вами Ашембека Билл Газинов, главный менеджер офиса бизнес-программ. Сегодня у нас в гостях выпускники программы Silkway Accelerator, которую мы организуем совместно с Google for Startups. Сегодня мы будем разговаривать об стартапах наших гостей и в целом о впечатлении от программы. Разрешите представить наших гостей. Сегодня у нас Аян Испула, COSEO стартап Алакан. Алакан – это решение в сфере биометрической идентификации личности с помощью рисунка вен ладони. И Махсат Бегтибаев, основатель и CEO стартапа BigSar. BigSar предлагает решение по цифровизации данных малого и среднего бизнеса на одной платформе. Еще раз добро пожаловать. Оба наших гостя активно прокладывают путь к трансформации через технологии в сфере, где инновации особенно востребованы от разработки передовых решений в области биометрической безопасности и оптимизации бизнес-процессов. Эти стартапы являются самыми важными и полезными решениями не только на рынке Казахстана, но и всего мира. Еще раз спасибо, Аян Махсат, за участие в нашем подкасте. Наверное, начнем. И я хотел бы первый вопрос задать Аяну. Аян, расскажите, как вы пришли к идее создания Алакан? Что вдохновило на создание биометрической платформы? И почему именно выбрали и эту технологию? Сначала хотел поблагодарить за приглашение. Очень рад быть здесь вместе с вами. Меня зовут Аян с компанией Алакан. Мы строим будущее, в котором вы можете авторизоваться, проходить всюду и оплачивать везде, используя лишь вашу ладонь. И мы не зря выбрали вот эту вот формулировку, потому что искренне верим, что за этим стоит будущее. Искренне верим в это, потому что прошлое мы сами проходили. Начинали мы с создания бизнес-решений, IT-решений, и на заказ брали. И тогда очень много использовали биометрию, в том числе отпечаток пальца, Face ID. И в каждом из этих способов идентификации у нас были свои алгоритмы, получается. В какой-то момент с одним бизнесом у нас очень много проблем каких-то появилось, непонятных ошибок именно в распознавании по отпечатку пальцев. Начали выяснять, оказалась такая забавная история, то что мы их на два типа девушек поделили, которые утром на работу приходят. Один тип девушек распознавался, другой тип не распознавался. Потом выяснилось, когда мы разговаривали, что один тип, вот, они дома мыли посуду рукой, руками. Использовали всякие вот эти химические средства домашние. Они, оказывается, влияют на отпечаток пальцев, на распознавание отпечаток пальцев. Вот второй тип, они использовали посудомоечные машины, особо не взаимодействовали с химическими средствами. То есть у них все нормально было. Каждый день отмечались по работе. Это нас очень сильно удивило. Это нас очень сильно удивило. Дальше по другим клиентам нашим пошли. Выяснили, что мелкие порезы, там, ушибы какие-то, у кого-то гипс был. Вот это все, оказывается, мешало работе. И, в принципе, отпечаток пальцев, оказывается, не совсем удобно использовать. По Face ID в то время было очень много проблем. Мы вот с детьми сейчас, допустим, работаем в школах. Каждый год нужно было заново собирать фото детей. Для этого классный руководитель назначал день, собирал всех детей, выезжал куда-то в город, в офис вот этой вот компании, которая предоставляла биометрические решения. Они всех детей фоткали, обратно уезжали, через пару дней говорили, «Ой, этот ребенок не получился» или «У этого не работает». Ну, в общем, такие вот неудобства были. Сейчас, конечно, это все намного круче, но и способов взлома, наверное, тоже больше. Допустим, мы любим приведеть в пример, что близнецы или же люди, похожие друг на друга, очень легко разблокируют айфоны друг друга, и это не совсем безопасно. Особенно это нельзя использовать в массовых платежах. Представьте, да, человек, похожий на вас, будет пользоваться вашими средствами, а вы даже не будете понимать это. Искусственный интеллект тоже свои сложности выдает. С этим всем алгоритмы, конечно, развиваются, но тоже есть какие-то неудобства. И тогда мы начали искать решения, чтобы улучшить взаимодействие с нашими клиентами, чтобы улучшить показатели. И наш фаундер, получается, Берик Нурмбетов, он пришел к тому, что обнаружил, что есть, оказывается, технология распознавания человека по рисунку вен-ладони. Тогда она не совсем была известна широкому кругу, да и сейчас особо неизвестна. Классный опыт, а вы знаете, сейчас особенно обращают внимание на персональные данные, на безопасность в целом у вас, как она обеспечивается, именно защиту данных и конфиденциальность в целом. Еще один плюс того, что мы выбрали рисунок вен-ладони, он находится под толстым слоем кожи на ладони, он не просвечивается и, получается, никакая камера не может сфоровать ваши данные. И рисунок вен-ладони для каждого человека является уникальным. Даже правая и левая ладонь вашей, они разные. То есть все, что заложено Всевышний у нас, уже защищено. Мы это любим говорить, и оно никак не взламывается человеком. Тем не менее, дополнительно к этому мы используем современные методы шифрования данных. Допустим, при сканировании мы не храним рисунок или же видео ваших вен-ладони. Мы автоматически сразу же преобразуем это все в хэш-код, и то, что хранится в базе данных, это таки хэш-код. Любой, кто заглянет в нашу базу, не увидит, что это, допустим, ладонь Ашембека, ладонь Максата, и вообще никаких ваших данных не получит. То есть у каждого человек все равно уникальный. Да, 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 конечно, конечно, и в нашей базе данных вы тоже уникальны. Мы ML-ку добавили, получается, и с компьютером Vision работаем. И в любой системе самая уязвимая часть – это человек. Всегда, абсолютно всегда, во всей истории это так было. И мы стараемся делать так, чтобы в безопасности в нашей системе человека участие было минимальным. И поэтому сейчас достигли того момента, что даже наши сотрудники не знают, кто скрывается или что скрывается за данными, допустим, какого-то хэш-кода за хэш-кодом. И дальше-дальше совершенствуем. То есть полностью-полностью убираем даже человека. А нет такого, что с возрастом ладонь меняется, вены смещаются и так далее? Такого еще не было? В целом вы изучали вот это? Да, я отметил, что мы работаем с детьми. Наш фаундер, это, наверное, так и должно быть, когда у него дочка родилась, ей было 8 месяцев или 10 месяцев, что ли. Он тогда уже ее просканировал. И сейчас ей 3 года. Вены ладони до сих пор не меняются. И, в принципе, есть данные, что вены ладони у человека в течение жизни вообще не меняются. Они лишь становятся плотнее, потому что, когда мы рождаемся, стенки вен, они очень тонкие, получается, просвечиваются. С этим тоже были у нас проблемы, когда распознавали детей. Но сейчас все классно. Спасибо. Вообще, в целом, сколько заняло время? Вот разработка первой версии. И в целом, сколько человек участвовал, сколько команд, то есть именно человек был в команде именно в первых этих шагах? Можете рассказать? Да, конечно. Вначале был фаундер, вот, Берег Нурмбетов. Он рынок исследовал, он в будущее заглянул. Посмотрел, как это используется, где это используется, какие перспективы есть, какие технологические, может быть, лимиты есть, ограничения есть, насколько сложно это дальше разрабатывать. После этого включился второй человек, это наш CTO, и чуть позже еще подключился третий человек, это наш Chief Science Officer. И вот можно сказать, что эти три человека как раз-таки сделали самую основную работу, создали фундамент. Алгоритм у нас разрабатываться начал в 2019 году. Тогда у нас еще компания, которая бизнес-решениями занималась, она еще существовала. Также приносила какой-то кэш-флоу, чтобы как раз-таки уже финансировать разработку вот нового проекта. И в 2021 году появились первые покупатели, которые поверили в нас, как-то использовали. Тогда алгоритм просто ужасный был, если сейчас посмотреть. То есть вся магия, которую вы сейчас видите, она строилась очень долго, очень тяжело. Почему тяжело? Потому что, допустим, если вы захотите какой-нибудь в Face ID свой стартап создавать, есть базы данных, на которых вы можете обучить свои алгоритмы. То есть их можно официально купить и быстро-быстро-быстро обучить свой алгоритм. С рисунком вен ладони такого нет. То есть любой, кто создает сейчас алгоритм, в первую очередь должен создавать свою базу сам. А дальше обучать нужно самому. И вот самое первое сложное как раз-таки было, а кто будет вообще пользоваться этим? А кто будет покупать это? А как их убедить? Все страхи нужно было перебороть им, чтобы пользоваться. В 2021 году, как я отметил, появились первые покупатели, появились первые фанаты, те, кто зажегся идеей, те, кто согласился поддержать нас. И до сих пор они с нами, мы им очень благодарны. В 2022 году пошли уже первые серьезные продажи. И с каждым годом алгоритм все лучше становится и продажи все больше становятся. Спасибо. Махсат, перейдем к вам. Как у вас все это начиналось? Как пришла в целом идея? И в целом какие вообще вы изначально хотели решить проблемы? Можете тоже поделиться. Да, спасибо за вопрос. На самом деле изначально мы решали свою собственную проблему, так как фаундеры компании BigSAR, мы все владельцы магазинов в прошлом. У каждого из нас были свои торговые сети. Ну, в частности, у меня в шести городах торговая сеть была. И меня всегда удивляло, почему на дворе 2020 год решений, которые нужны предпринимателю, до сих пор не существует. Существует множество разных решений, которые, ну, в целом в нашей нише есть такая проблема, что разработчики делают программу, но при этом не погружаются в саму нишу. Очень много решений, но при этом какие-то сложные решения. В 2020-м, в 2019-м году мы взяли, условно, у своего друга, нашего кофаундера Айдына, он для себя написал, он у нас СТО для своего магазина, поделился с нашим кофаундером Баужаном, Баужан потом поделился со мной. Я, условно, за три дня, когда автоматизировал все шесть магазинов, честно говоря, был в шоке, как можно за три дня такое большое количество магазинов автоматизировать. Потом мы начали улучшать эту программу на базе своих магазинов, добавлять некие отчеты, которые нужны не бухгалтерам, а нужны предпринимателям. Далее эти отчеты внедрились, и дальше уже пошли первые просьбы уже от сторонних магазинов, наших знакомых, поставить этот софт им для управления своим магазином, и дальше вот так пошло распространение. И вот на сегодняшний день нам три года и два месяца, у нас уже больше 3200 магазинов, которые ежемесячно оплачивают абонентскую плату. Ну и, соответственно, мы сейчас уже открыли офисы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Это вот как раз во время акселерации. Ну, допустим, это такой поинт этой именно акселерации, это что мы, наконец-таки, вышли за пределы Казахстана. В целом, вообще легко дается. Я знаю, что многие магазины, особенно вот малый и средний бизнес, там очень скептически относятся, когда что-то новое внедряют, потому что для них это дополнительные затраты, дополнительные, то есть они не видят в этом ценности. Тяжело ли вообще убедить вот малый бизнес именно переходить на новые технологии? На самом деле такая тенденция существовала, такая тенденция существовала, но на сегодняшний день мы считаем, что мы идеально зашли в момент, как раз-таки, когда был ковид, он очень сильно почистил убыточные магазины, то есть они все практически закрылись. Те, кто был на плаву, они начали задумываться, ну, то есть начали вопросы возникать, сколько на самом деле я зарабатываю, сколько денег у меня там в складских остатках, да, операционно прибыльный, неприбыльный. И уже люди полностью начали разворачиваться к низшей автоматизации, то есть чтобы это все было подсчитано. И на сегодняшний день, я думаю, мы как раз-таки зашли именно в этот рынок, в тренд, потому что на сегодняшний день мы не испытываем, допустим, даже когда год назад мы подключали своих мерчантов, и сейчас, как мы подключаем своих мерчантов, сейчас намного более охотно идут люди. Ну, то есть это говорит о зрелости, осознанности предпринимателей. Ну, и вы, кажется, огромную работу для этого делаете. Я вот со стороны наблюдал, вообще красавчики ребята, очень быстро, шустро. А я правильно понимаю, да, потому что сейчас целевая аудитория у вас не только магазины. Смотрите, если брать весь BigSar, 3200 пользователей, может сейчас больше, последние данные, которые я брал, где-то процентов 80 – это товар из сегмента товарный бизнес и фэшн ритейл, ну, то есть аксессуары, бытовая техника, одежда, вещи. Где-то 10% у нас составляют это магазины у дома, это всевозможные продуктовые магазины, да, это маленькое количество. И остальные 10% они там СТО, аптеки и прочие виды бизнеса. Да, конечно, 80% это у нас вот наши клиенты расположены там и в мега-селкуэе, да, торговые сети большие, и также там условно на небольшом базарчике, где продают вещи, мы тоже присутствуем, где владелец является и продавцом. А в каких городах вы уже, ну, если брать Казахстан? Мы есть абсолютно в каждом городе, по всему Казахстану у нас 38 представительств. Эту сетку мы тоже развили довольно-таки супербыстро, потому что за 6 месяцев мы открыли 18 филиалов по Казахстану. И дальше вот на протяжении двух лет мы добили до 38, ну, и вот в Кыргызстане, в Узбекистане. Я бы хотел просто обратиться к нашим зрителям, обязательно пользуйтесь. Вот стартапы – это те ребята, которые вам помогут как раз в бизнесе, если у вас есть потребность именно в решении каких-то внутренних задач, там, оптимизировать процесс и так далее. Вот ребята вам помогут, вы вместе с ними будете там развиваться, увеличивать свои продажи и так далее. Так, я хотел бы уже перейти к нашей программе. То есть именно вы проходили у нас полностью вот 12 недель в нашей флагманской программе Circle Accelerator. То есть мы почему флагман считаем? Потому что она организуется совместно с Google for Startups. Для нас эта программа очень значимая, то есть мы усердно подходим там при подготовке, при отборе и так далее. То есть эти процессы даже иногда занимают там условно два месяца и так далее. Стартапы всегда, когда подаются, ожидают этого события, там, хотят пройти. Бывают иногда там возмущения, почему не мы, почему они и так далее. Я хотел в целом у вас уточнить, как вам в целом программа, насколько помогло именно вот это прохождение программы. Я понимаю, что стартапы приходят уже на уровне, то есть с бэкграундом большим, с опытом, уже со всеми болячками и так далее. Но насколько в целом программа вам при этих же условиях помогла дальше развиваться? Можете рассказать вам обоим? То есть можете кто-то начать. Давайте с вас начнем. Ну смотрите, по поводу акселерации, здесь мне кажется очень важно, когда сам стартапер, приходя на акселерацию, должен себе некий такой план выстроить, что за этот период, условно три месяца, чего он хочет добиться и приложить максимум усилия. То есть за него кто-то что-то делает и пинать его никто не будет. На самом деле, у нас есть, это наша вторая акселерация, мы прям хотели попасть на Google Sequoia акселератор, попали, если не ошибаюсь, со второго раза. То есть в прошлом году мы тоже подавались, но не прошли. При этом, когда мы прошли на эту акселерацию, мы для себя поставили поинты, чтобы прям максимум выжать из этой акселерации все, что можно, да, работать с трекерами, проверить самое большое количество гипотез за короткий период. И на самом деле результаты, которые мы добились за эту акселерацию, для нашей компании превзошли все ожидания. То есть у нас ежемесячная выручка почти в три раза выросла. Мы наконец-то преодолели барьер и вышли за рубеж в соседние страны. То есть это за время вот как раз акселерации? Да, да, это же все работа с трекерами. За рубеж выйти, это вроде бы логично, понятно, и все вокруг, во всех презентациях все это пишут, что мы выйдем якобы за рубеж. Но это же работа с головой, с блоками, с трекерами, да, которые уже какие-то стартапы там вытаскивали за рубеж, да, заставляли выходить и знают, что какие там бывают подводные камни. Выручка увеличилась, вышли за рубеж. Внутри классно поработали с нашей юнит-экономикой благодаря трекерам. На сегодняшний день ее улучшаем, также продолжаем держать этот темп. Класс. Аян? Во-первых, чувствовалась подготовка команды, забота ваша, поддержка. Чувствовалось, как отбирали стартапы, очень крутые, каждому из них восхищаемся. Вот за BigSar тоже на субботних темах, когда следили. Вот выступают, выступают. В какой-то момент Тима комментарий дает. Допустим, Максат выступает здесь. Дима, я расскажу, да, это наш ведущий трекер. Да, это наши зрители, кто не знает. Мы, наверное, это отметим еще. Да, все равно. Максат и Бауржан, это ребята с компанией BigSar, кофаундеры. Вот Максат пока выступает, Бауржан уже с этой стороны комментарий пишет команде, быстро-быстро отработать вот это вот все. Их скорость меня впечатляла. Я вот смотрел и завороженный смотрел. Не зря, наверное, их признали лучшими из недели к неделе. И вот так, оказывается, благодаря тому, что изначально поставили правильную цель выжать максимум, как можно больше гипотез проверить. И опять же повторяюсь, спасибо вам за такую работу. Во-вторых, из Акселя мы получили новое направление. Как я уже отметил, очень сложно было собирать покупателей, клиентов, чтобы собирать базу сначала, чтобы алгоритмы улучшать, а потом показывать другим клиентам. И в начале мы пошли вообще по всем, то есть до Акселя, в начале нашей истории. К моменту Акселя мы уже работали с аэропортами, бизнес-центрами, офисами, школами, университетами, больницами, клиниками и так далее и тому подобное. За год до Акселя мы решили поймать фокус на одном из направлений. Это направление было школой. Очень горжусь этим направлением. Я ранее отмечал, что мы с детьми работаем. Очень сильно горжусь. Почему? Потому что я видел эмоции этих детей. Я видел благодарность этих детей. Я видел, как реагировали на нас родители и как они иногда меняли свою реакцию. То есть изначально хейт преображался в то, что они становились нашими самыми ярыми защитниками, фанатами. Я видел учителей, я вижу директоров. И каждый день, каждый день у нас вот таких вот фанатов становится больше. Со школой все понятно. Нам нужны были новые челленджи. Мы хотели выходить на рынок платежей. И как раз таки Аксель по времени совпал с тем, что нужно было конкретно сфокусироваться вот на этом направлении. Более того, не только сфокусироваться на этом направлении. Мы до Акселя работали как умеем. Много ошибок было, подводных камней было. Это все мы на себе испытывали. И в Аксель мы как раз хотели научиться. Если есть как правильно, то давайте сделать как правильно, чтобы не наступать на те грабли, на которые другие уже давно наступили. В этом отношении очень как раз таки помогли трекеры. Был главный трекер, да, это Дима. И был, как это, линейный трекер называется? Наш трекер, это Андрей. Спасибо. В синхронности они как-то очень классно работали. У каждого из них свой стиль, своя методика работы. Но с нами получилось так, что они больше дополняют друг друга. Может быть, я бэкстейдж не вижу, может, так и задумано. Что так задумано? Для меня, работая с двумя классными специалистами, работа лишь увеличивала результат. Такая гармония. Спасибо. Очень приятно слышать такие отзывы, конечно. В целом я хотел бы отметить то, что у нас все стартапы, они лучшие. То есть у нас нет такой, вот эта разбаловка внутренняя, она была, то есть внутренняя такая, чтобы создать вот эту конкуренцию между стартапами и больше драйва даст. Но в целом вам понравилась вот эта разбаловка? То есть было такое, что почему я не первый там, условно, почему я не получил 5 баллов там еженедельно? Потому что я объясню зрителям, у нас стартапы, они по своей активности, они получали еженедельно свою оценку. Ну, за работу, именно за прошедшую неделю. И в чате, где сидят стартапы, были прям такие споры, почему не я. Как вам вот эта разбаловка? То есть добавляло ли это мотивации или наоборот вы чуть-чуть расстраивались и не хотели дальше работать? Нет, на самом деле это такой соревновательный дух, поддерживал всегда. Потому что, как бы, можно, в принципе, выполнить прошлые задачи на троечку. И закрыть все задачи, условно. Но опять здесь надо же понимать, что это же вовред себе делаешь, вовред своему проекту. Из-за этого, как бы, всегда была охота прям максимум выжить. В конце получать пятерочку. И там в зачете, чтобы твой стартап где-то сверху был. Ну, это, конечно, еженедельно такой дофамин. Да. Здесь, наверное, два уровня есть отношения к оценкам вообще у всех нас. То есть такое шуточное отношение, это когда иногда якобы всерьез принимали, спорили. И вот это вот все было даже с вами же было. Может, им автоматом поставить. Все понимают, что у них будет пятерка. Есть второй уровень, более серьезный уровень, где каждый из фаундеров, каждый из участников понимает, что это прежде всего для него. И то есть оценки мало влияют на результат в итоге. Махсат правильно заметил, что это больше такой соревновательный дух придают. Может, где-то подружиться помогает, где-то сплотиться помогает, где-то поднажать помогает. И очень много шуток было по этому поводу. Очень много споров было тоже. Такая внутренняя история, самая первая, когда нам разболовку дали, и одному из стартапов дали невысокую оценку, и он там большую историю про лягушку, которая не оборачивается назад, написал. Ну, суть я уже не помню. И у нас всегда, когда кто-нибудь не очень оценку получит, не такой, как ожидал, начинает эту копипастить и в чат отправить эту историю. Я думаю, эту методику применяют именно те, кто мало поступил, не важно, сколько получится, главное двигаться. Да, 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 что-то в этом роде. Да, это правда. Нет, мне классно, что это было полезно. Теперь хотел бы спросить вообще в целом во время акселерации, сколько часов в день вы уделяли на работу с трекером? И в целом вот эта работа в процентном соотношении насколько увеличила эффективность, ну, я имею в виду не только для стартапа и для вас? То есть можете поделиться? Ну, на самом деле с трекерами мы встречались два раза в неделю, линейный трекер плюс ведущий трекер, да, плюс нас никто не ограничил в записи к линейным другим трекерам, который не за нами, да, закреплен. Здесь мы на неделю всегда старались 3-4 раза встретиться с трекерами, на самом деле там, допустим, с Димой это полчаса в неделю, но у нас вечно вот так начиналось, что если есть возможность на 5 минут раньше зайти, кто-нибудь освобождался, мы туда заходим, и оттуда нас, короче, вытаскивает уже другой стартап, типа все время закончилось. Но при этом за полчаса у нас всегда там на доске там большое полотно с цифрами, которые приходишь сразу на работу, на самом деле, если акселератор взять, да, это проходишь вроде ты как фаундер, но за тобой там 20-30 человек в команде, которые также на протяжении трех месяцев пашут просто нереально, чтобы добиться, ну, какого-то результата. Ну, и линейные трекеры, это, конечно, всегда просто 2-3 вопроса и просто спать, вот, ты там не можешь на них ответить и понимаешь, а, все-все, понял, все, пойду поработаю. А в процентном соотношении, вот, можете даже вот для себя, насколько это было эффективного, то есть на входе и на выходе, так условно? Ну, у нас все 100%. Супер. Да. У нас, у нас тоже. У нас тоже. Сколько часов, я сейчас вот вспоминаю, всегда получалось так, что сколько надо, столько и встречались с линейным трекером. Не важно, это был день, это был вечер, поздний вечер, он всегда был доступен, что в переписке, что по видео, если какой-то большой вопрос, он такой, go созвон, сразу созванивается, капец. В этом отношении очень удобно было работать, комфортно было работать и продуктивно было работать. С Димой, с лид-трекером, получается, да, по средам полчаса. Вам классно, повезло, за 5 минут кто выходил. Мы всегда попадали, видимо, за теми, как вы, да, кого приходилось вытаскивать. И ТМ, ТМ сильно помогали, да, на ТМах там сколько, 45 минут, да, закладывалось обычно, но всегда-всегда больше, всегда дольше было. И Дима такой в ключках с каждым стартапом, с каждым стартапом, просто с утра до вечера, сколько он литров воды выпивал по субботам, да, кофе выпивал. Ну, концентрация просто бешеная, и мы в какой-то момент очень сильно удивлялись тому, как он цифры запоминает. Уже шестая неделя идет, а он с первой недели каждого стартапа цифры помнит. Мы думаем, блин, может он готовится, может он какие-то техники использует. Мы сами, то есть смотрим, да, что, какие у нас результаты были, чтобы отслеживать прогресс. А он прям сходу-сходу это все выдавал, высокий уровень профессионализма, вот, ощущается через такие вот детали. Если их все суммировать, получается тот результат бешеный, о котором все как раз-таки и говорят. Ну, интересно, когда у Димы вопросы, вопросы просто нескончаемы. Для каждого стартапа, ты думаешь, ну, все, наверное, вопросы закончили, нет, какие-то еще вопросы, вопросы, вопросы выходят. У него, наверное, где-то это, сборник вопросов для стартапа есть. Он же еще подлавливал, заставляет как задачи писать, да? Вопросы, наверное, разные для каждого стартапа. Конечно, конечно. Конечно. Супер. Вы знаете, да, в целом стартапе любят метрики. Вы, наверное, на входе для себя KPI ставили. Получилось ли в целом все KPI закрыть, которые вы ставили изначально? Я знаю, даже у вас мини-KPI есть еженедельно. Но в целом, если глобально брать, за 12 недель, получилось ли достигнуть всех KPI, которые вы, условно, ставили для себя? Ну, смотрите, интересный. Ну, то есть KPI всегда ты хочешь там вырасти во время акселерации, да? Я помню, на четвертой неделе мы уже, ну, то есть Дима нам сказал, что давайте к концу акселерации, к выручке 100 тысяч долларов пойдем. Мы такие, ну, может, 75? Он говорил, нет, нет, 100 тысяч долларов давайте закрывать. Но в итоге мы 75 закрыли. Скорее всего, это как бы из-за того, что мы сами не признали эту цифру 100 тысяч долларов, 75 тысяч долларов начали закрывать. Но, тем не менее, это кратный рост прежней выручки. Ну, то есть по юнит-экономике, по каким-то инвестиционно привлекательным стать благодаря этой юнит-экономике. Ну, конечно, это все метрики мы подправили за время акселерации. У нас, как я отметил, это запускного направления был, мы запустили новое направление, если это кратко сказать. По KPI мы ставили до конца года себе определенное количество точек открыть, и мы этот KPI, который должны были выполнить до конца года, поставили на акселератор. То есть достичь за три месяца акселя. И да, мы даже перевыполнили в конце, получается, план. Что важнее, мы в этом направлении нашли также наших фанатов. Наших фанатов, тех, кто сейчас дальше нас двигает. А это уже знакомая для нас тема. То есть мы с этим уже два раза сталкивались. Мы понимаем, к чему это сейчас приведет. И мы этому безумно рады. Это добавляет еще больше уверенности в том, что нас ждет успех. Один из наших фанатов – это кофейный Espresso Day, основатель Аслажан. Очень живой, очень разносторонний и очень открытый к новшествам человек, фаундер. Он в том числе рассматривает нас, чтобы расширяться за границу в другие страны. И в этом отношении для нас это тоже челлендж, чтобы иметь возможность поддерживать в любой точке мира наших фанатов, тех, кто в нас верит. И мы как раз таки работаем над этим. В рамках акселя мы уже поработали с Грузией, Bank of Georgia, заключили несколько сделок. И они нас включили в стратегию следующего года, то, что будут закупаться, то, что будут внедрять среди своих мерчантов. Bank of Georgia – это один из крупнейших банков Грузии с вообще классными показателями. Мне больше понравилось, как у них устроены процессы. Мне больше понравилась их команда живая такая, открытая. С одной стороны, у них все зарегулировано, забюрократизировано. Но с другой стороны, эта же самая команда находит лазейки внутри, легальные, не по-нашему. Легальные, хорошие, так, чтобы ускорить проверку всех вот этих гипотез, которые мы совместно строим. Ускорить все-все-все процессы – юридические, маркетинговые, продуктовые процессы, которые зависят от нескольких департаментов внутри. И с корпорацией работать всегда немножко сложновато, но они вот это вот стараются нивелировать. Это нам нравится. И дальше мы распространяемся на регион Мена. Те знания, которые получили на Акселе, как раз таки применяем здесь тоже. Там у нас основные направления – это Сауди, это Эмираты, это Кувейт. И я отметил, что Сауди, что Эмираты, как раз таки казахи, там себя уже начинают комфортно чувствовать. И я отметил, чтобы иметь возможность поддерживать своих везде и в то же время самим расширяться, мы вот эти направления как раз таки выбираем. Классно. Удачи вам. И вот мне всегда интересно было, вот именно гипотезы, вот до программы у вас получалось создавать гипотезы, то есть какие-то новые направления. Просто иногда кажется, то есть именно стартапы, которые уже более зрелые, там уже как будто все гипотезы проверили. Но когда приходят на Аксе, у них там начинаются новые идеи, рождаются и так далее. Получается ли вне программы вообще в целом какие-то гипотезы проверять? Ну, зачастую вне программы гипотеза, которую ты проверяешь, может растягиваться там месяцами, да? Во время программы ты за неделю. То есть за неделю тоже не одну гипотезу, а сразу несколько, чтобы было с чем прийти на трекшн-митинг, да? Поэтому как бы из-за этого и сказывается рост во время эксцелирации. И условно бывает такое, когда ты сидишь без акселерации, у тебя гипотеза, ты ее можешь вот так в голове сразу похоронить, ни с кем не посоветовавшись. А во время акселерации из этой гипотезы вытаскивают, вытаскивают, вытаскивают дальше, 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 дальше. План действия у нас был, например, такой, что мы там в одном из трекшн-митингов сидели, какую-то незначительную для себя гипотезу рассказали Диме, потом начали клубок этот разворачивать, пошли проверять и нашли ежемесячно где-то 5 миллионов тенге, которые мы недозарабатывали уже на протяжении трех лет. То есть, как бы такие классные подарки, да? Абсолютно согласен, абсолютно согласен. То есть в рамках акселя как гипотеза придумывается, как они раскручиваются, как они изучаются, и без акселя разница большая. Благо нас на акселе научили, как работать с этими гипотезами, и мы стараемся как раз-таки довести до уровня аксельского, чтобы в повседневной рутине бизнеса создание стартапа этот темп высокий сохранять. Я думаю, дальше еще нужно будет ускоряться, поэтому… Наверное, я сейчас подумал о том, что хочется работать с трекерами, чтобы это бесконечно было, чтобы постоянно были те, кто берет на себя эту задачу. Я только сейчас начинаю осознавать, насколько большую, насколько глубокую помощь они нам оказывали. То есть сейчас отвечаю на ваш вопрос. Это круто. В целом, да, это круто. Конечно, всегда хотелось бы, чтобы нон-стоп вам трекер помогал. Но вот я как организатор условно-инкубационной программы, я всегда настраиваю стартапов. То есть вы за время акселя двигаетесь, вам нужно этот темп сохранять условно и после акселя. Потому что там уже не будет ментора, человека, который будет направлять. То есть вам нужно максимально вот эту привычку и в целом вот эти знания, которые вы получаете, дальше применять. То есть да, здесь у любого стартапа важна эта самостоятельность. То есть это тоже я так часто говорю именно новичкам, потому что я с ними работаю. А вот со взрослыми мне всегда вот интересно было, они же так же работают и после акселя, или до акселя. У них были ли какие-то гипотезы, которые они разрабатывали? Ну, в целом понятно, то есть аксель, он помогает, но дальше стартапы. Вот почему я и сказал, что нас как раз таки научили работать так, что трекеры, у них не было цели привязать к себе и чтобы мы дальше все время в них нуждались. Наоборот, они максимально сделали так, чтобы мы сами умели и хотели так работать на таких высоких скоростях и с таким вот уровнем качества, да, и это у них получилось. Я как раз таки этому удивляюсь, что за такой короткий срок они нас как-то мышление поменяли, научили этому, да. Я бы хотел добавить, что, допустим, у нас внутри компании есть условно такое правило, что мы только один акселератор в год проходим, потому что это тоже, как я говорил, и в этом темпе живет весь коллектив твоей компании, да, всего твоего стартапа. Также там со стороны, если наблюдаешь, есть стартапы, стартаперы, которые с одной акселерацией просто, условно, подсаживаются, да, на эти акселераторы, туда, 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 идут, 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 и, ну, я просто не представляю, когда они там операционно работают. Тоже, наверное, плохо, ну, и при этом, как бы, надо понимать, вот, допустим, классно, что мы Google Silkway закончили, это флагманский акселератор, да, на территории Казахстана, да, всего, но при этом сразу же мы закрыли себе форточки участия в других акселераторах в Казахстане, потому что этого уровня уже, ну, как бы не будет, вниз неохота идти, а выше это только зарубеж, да, условно, выходить, из-за этого у нас, условно, на следующий год у нас большой план пойти на акселерацию уже какие-то зарубежные страны, либо рынок. Уже приметили какие-нибудь? Ну, Global 500, возможно, возможно, из арабских стран какие-нибудь акселераторы. Я хотел напомнить, и гостям тоже у нас, мы активно взаимодействуем с нашими партнерами, и также, вот, там, смена и так далее, но они тоже у нас через нас транслируют свои акселерации, тоже подписывайтесь на наши социальные сети, обязательно следите, если вы планируете, то есть проходите акселерации не только, там, в стенах Хаба, Астана Хаб, либо в Казахстане, вы можете также через наших партнеров участвовать уже в других акселях за рубежом. Вот следующий хотел бы задать вопрос. Вы, то есть ваши стартапы активно взаимодействуют именно с инновациями. Как вы думаете, именно на вашем рынке, именно в вашем направлении, в вашей сфере, насколько изменится рынок в ближайшие 5-10 лет, в целом, как вы думаете, вы будете повлиять на это? То есть у вас идет, как вы думаете, ваш стартап, он идет именно с этой тенденцией? То есть, может быть, через, там, условно, 5 лет вообще другой будет рынок? Условно, сейчас развивается AI, может быть, вообще другие технологии по ним меняться будут? Насколько вы готовы к этому? Ну, на самом деле, если взять наш стартап Bixar, да, мы зашли уже на четко сформированный рынок, там, который с 1990 года, то есть автоматизация бизнесов, да, есть там много российских, да, игроков, которые присутствуют на рынке Казахстана, в СНГ. При этом, ну, как бы, когда мы заходили, мы даже не подозревали, что сможем добиться таких результатов, но за три года наш сегодняшний трекшн, да, превосходит всех наших конкурентов, даже СНГшная, да, если взять. Там, некоторые стартапы гордятся, что у них там в нескольких странах, там, количество имельчантов меньше, чем у нас в Казахстане. То есть при этом это считают за гордость. Мы зашли на такой взрослый, созревший рынок, но при этом мы умудряемся в нем, да, привносить какие-либо инновации. Я думаю, что в ближайшую пятилетку в нашей нише еще нет ни одного стартапа с элементами искусственного интеллекта, но при этом, как бы, есть поле, куда заходить. Также наш рост обусловлен тем, что мы не подходим по стандартному сценарию. Да, мы зашли как стандартная автоматизация, но внутри сейчас мы уже и предоставляем финансирование для наших мерчантов. Заходим в банковские продукты. То есть уже внутри, если есть вот эта цифровая сторона, скоринг, прескоринг и все прочее, да, с банковские продукты. Есть и такая сторона, что мы, вот даже во время акселерации мы запустили вот эти устройства посттерминала. Ну, то есть уже брендированный. Если сейчас прийти на кассу какого-нибудь магазина или кафе, там стоит компьютер, да, на вид там 2006 года, да, и как бы эту модель продают по сей день, нежели мы сейчас выпустили новое поколение моноблоков. Это ультра такие компактные, при этом экран очень удобен для продавца. Функциональность, скорость этого устройства на сегодняшний момент, можно сказать, топовая. Еще они опять стильные. Да. Их приятно выкладывать в соцсети и говорить вау. На самом деле, да, мы условно такое сделали, айфон среди моноблоков. Класс. У вас ее. Да, шикарно. В нашем случае ответ на этот вопрос очень простой. Мы строим это будущее. Да, да, да. Мы строим это будущее, где вы можете авторизоваться, проходить всюду и оплачивать везде, используя лишь вашу ладонь. И мы видим то, что по нашим результатам как раз таки, что это будущее уже возможно. У нас поддержка огромная со стороны наших текущих клиентов, со стороны наших, в принципе, сообщества нашего. Каждый, кто видит нас, каждый, кто сталкивается с нашими решениями, сначала удивляются, потом восхищаются, потом становятся ярыми поклонниками. В мире вообще есть данные, исследовательские данные, то, что в будущем, вот в ближайшем будущем человечеству понадобятся новые методы идентификации человека. То есть те методы, которые сейчас существуют, традиционные наши удостоверения личности, наши паспорта, они все должны отойти в прошлое. Должны отойти в прошлое. И корпорации, компании, правительство уже задумываются над тем, а что будет дальше, к чему мы придем, к чему мы придем. Вот почему Амазон создала вот это решение, они как раз таки в будущее смотрят. Компании Мастеркард, банк, крупнейший JP Morgan очень активно сейчас применяют биометрические решения для того, чтобы найти будущее плачежей. В том числе они Face ID используют, Fingerprint используют, Paladone используют, по IRIS, зрачок, да, да, сетчатка глаз. Используют, смотрят, как люди реагируют на это. Из всех перечисленных, наверное, рисунок вен ладони и сетчатка глаз являются у нас самыми такими крутыми, защищенными. Однако по удобству в ежедневном использовании, ну, сами посудите, как вам удобно платить вот так вот в глаз смотреть, сетчатку свою ловить через сканер или же просто взмах своей ладони и все уже готово. К этому мы и стремимся – облегчить ежедневную рутину человека одним взмахом своей ладони. И мы внутри храним в себе ценность, которую мы хотим дальше через наш стартап передавать. Это ценность свобода. Свобода выбора, свобода в своих действиях, свобода пользоваться всем, что у тебя есть, только в своей ладони. То есть от этого и наш неофициальный слоган, да, выходит. Barla ha, Allah harnesda. Это все в вашей ладони, все в ваших руках. Вот такое будущее мы стремимся устроить. Вдохновляемся. Apple, который – это инновации, да, Nike, который «Верь в себя» – это про мотивацию. И Allah harnesda – это про свободу. Классно. И еще крайний вопрос касательно вот ссылку и акселератор в целом дает не только там возможности для стартапов. Понимаем, там участвуют не все, там условно у нас отбирается 15 стартапов. Но в рамках программы дается не только там условно вот эти возможности, именно участие трекеров, консультаций, воркшопы и так далее. Помимо мы еще даем различные ресурсы в рамках программы. Вот что бы вы порекомендовали тем ребятам, которые вот планируют участвовать или задумываются, или сомневаются? Ваши от вас рекомендации, вот как участники, которые выпустили из стартапа, от вас, может быть, рекомендации могут быть для них? Давайте, Айян, с вас начнем. Что вы порекомендуете? То есть первая рекомендация будет, прислушайтесь к словам Максата, поставьте изначально цель, высокую себе цель и настройте всю команду на то, чтобы отработать хорошенько в акселе. Потому что если вы не поставите цель, просто так потратите какое-то очень ценное время нахождения в акселе. За это могут наказать, кстати, тоже. То есть в этом отношении здесь не только гладят по голове. Второе, к этой цели обязательно должна быть готова быть команда. Без команды, Максат опять же отметил то, что хоть я и выступаю, за мной бешеную просто работу делает команда, то же самое у нас. Команда должна быть готова как по мышлению, так и по физическим своим, по временным своим характеристикам. И нужно понимать, что после Google for Startups будет тесно в Казахстане. Будет очень тесно в Казахстане, будет хотеться показать себя в мире. Настолько можно поверить в себя, что обязательно нужно будет выходить за рубеж. Это следующий этап. Обязательно нужно, то есть мы как Astana Hub в целом всегда рады, когда стартапы выходят. Не только там, условно, проходят наши аксели, либо там в Казахстане, когда они выходят, условно, на новый уровень, на новом рынке и проходят какие-то на другие аксели, именно на Западе, где более развитый рынок, то мы всегда рады и в целом всегда освещаем это. То есть мы делимся этим. Это наша основная цель и задача. У вас, Максат, какие рекомендации будут? Рекомендации по поводу ресурсов акселератора. Самый основной ресурс – это люди в виде трекеров. Еще раз повторюсь, что надо максимум выжимать из этого, потому что Astana Hub, Google Secure Accelerator для тебя, как для стартапа, собеседовали сотни трекеров, которые могут повлиять на твой стартап. Сделали эту колоссальную работу, привезли этого трекера сюда, тоже он, вот у нас, да, Дмитрий Безинасюк, он с Португалии, да, прилетел. Человек с экзитами, да, ну то есть и не пользоваться этим, да, бывают стартапы, которые этого не понимают, да, к сожалению. Но когда такой ресурс, и при этом, словом, бесплатный, да, надо этим пользоваться. Когда наш линейный трекер, Крюков Андрей, да, как говорил, как говорили, в любой момент можно позвонить, там день, ночь, без разницы, всегда можно какой-нибудь вопрос, да, задать. Татьяна Хасанова, да, нам неоднократно помогала на протяжении истории нашего стартапа. Все это в людях, в людях в виде трекеров, бесценный ресурс, также в людях это в участниках акселерации. Потому что, когда сидишь на трекшн-митинге и смотришь, как по шапке получает другой стартап, и думаешь, опа, эти же косяки у меня есть, надо их исправить, а главное сейчас не коснуться их. Вот, ну то есть и тоже какой-то стартап приходит, и у него там выручка такая, думаешь, ё-мо, как они этого добились. А потом там на какую-то неделю приходишь, и вы вроде уже поравнялись. Тоже интересно, тоже классно. Да, я зрителям, еще раз стартапам, которые планируют участвовать, силку акселера, обязательно подавайте заявки, участвуйте, пробуйте. Может быть, в следующий раз вам повезет, и вы будете уже сидеть здесь в HubTalks и рассказывать нам о своих результатах. Так что обязательно участвуйте. И последний лиц вопрос, больше один вопрос, это что в целом, или может быть, какое место, или кто вдохновляет больше всего вас, именно дальше двигаться, условно подниматься утром. Может быть, это жена, дети, или в целом, может быть, какой-то человек. Быть полезным обществу, наверное, это в первую очередь, быть полезным ритейлу казахстанскому, быть частью того, чтобы наши казахстанские бренды выходили за рубеж, и строили сети на уровне, условно, зара, почему бы и нет. Касательно людей, я не знаю, одного какого-то нету, потому что есть какое-то качество у этого человека, ну, условно, предпринимателя, есть у этого, у этого. А так, чтобы одного целиком копировать, такое я не представляю. Каждое утро вдохновляет наша цель, мотивирует это как раз-таки изменить тот мир, который мы сегодня знаем. Это перевернуть страничку истории человечества. Замахнулись высоко, далеко, но как та же Татьяна Хасанова говорила, цельтесь на Марс, обязательно попадете на Луну, так что вот мы так и делаем. По людям вдохновляют все предприниматели. Мне очень сильно нравятся предприниматели, особенно сильные предприниматели, которые каждый день что-то новое привносят в наш мир, каждый день улучшают жизнь человечества, каждый день придумывают решения, которые улучшают жизнь человечества. Если говорить о ролевых моделях, то для меня, для каждого мусульмана это пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалам. Это двое моих атташек, они всегда для меня ролевые модели, мысленно всегда я с ними советуюсь. А из незнакомых для меня людей, с которыми я бы хотел познакомиться, мне очень сильно импонирует Ричард Фейман, был такой ученый, один из участников Махентского проекта, создатель атомной бомбы США. Безумно крутой чувак, и в нем мне очень сильно нравятся черты, любознательность и отношение к жизни легкое, с юмором. Он очень сильно любил шутить. Я думаю, эти черты я в себе тоже нахожу и стараюсь их развивать. К жизни относиться проще, с улыбкой, со смехом и всегда быть любознательным. Потому что любознательность как раз таки вывела человека из пещеры, вывела на другие континенты. И сейчас мы имеем то, что имеем. Илон Маск запускает ракеты на морс. Классно, классно. Я рад за вас в целом. Я еще раз хочу поблагодарить, во-первых, за участие в Силкуе Акселерейтера, за участие на нашем подкасте ХабТокс. Нам пора завершать в целом. Я напомню, у нас в гостях был Косео Алакан, это Аян Испула, и Сео, и основатель Биксар, Махсад Биктибаев. Еще раз гостям хотел бы поблагодарить, что вы посмотрели наш подкаст. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, не пропускайте. Участвуйте в наших программах инкубационных, экселерационных. Вам еще раз спасибо, удачи вам, желаю, чтобы вы стали юникорнами, потому что это одна из целей нашего Астана Хаб, это создать на территории Казахстана одного из первых юникорнов, которые именно истинные стартапы, которые начинали с нуля и достигли миллиарды и еще выше. Удачи вам, в общем, двигайтесь дальше. Всем спасибо, пока-пока.